Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова «Путешествие в страну чудес» анапские поэты презентовали новую книгу молодому поколению. На прямой телефонной линии с мэром Сергей Сергеев ответил на вопросы анапчан, дозвонившихся в редакцию вашей газеты на прямую линию. Идея такой формы общения жителей с главой курорта принадлежит изданию и успешно реализуется. Кроме телефонных звонков, вопросы принимали по электронной почте. Их уже более 90. По каждому не просто готовится ответ для публикации или на адрес заявителя. Сергеев требует, если решение проблемы зависит не от значительных финансовых вложений, а от внимания добросовестного отношения к своим обязанностям чиновников или городских служб, каждый такой вопрос должен решаться в кратчайшие сроки. 27 октября в 5 часов вечера газеты с анонсом прямой линии расходились тиражом свыше 20 тысяч экземпляров, каждая на электронную почту. Вопросы шли задолго до начала телефонного общения. Желающих лично поговорить с главой курорта всегда очень много. Одна из дозвонившихся жительниц Астаницы Анапской Наталья Моисеева. Мы при ТВ, живем на квартале, сразу около новой школы. И у нас на углу улицы Октябрьской и Кавказской построили магазин. И хозяин забил бетоном, и в воде выхода нет. А у нас как раз получается на квартале мизина, вот с одной и с другой стороны. Мы канавы вырыли до пояса, но вода, когда сильные дожди, стоит во дворе 20-30-40 сантиметров. Допит подвалы. Но вообще канаву надо делать до самой улицы Мира. Там где-то частники выкупают, где-то администрация должна помочь. Ну, в общем, это у нас беда, вот она наполевшая. Вот я просто вас прошу в этом вопросе нам помочь. Хорошо, Наталья Николаевна, я изучу ситуацию, обязательно поможем. Вопросы регистрируют специалисты отдела по работе с обращениями граждан. После каждого звонка Сергей Павлович ставит резолюцию, кто будет исполнять поручение. Например, отделу по транспорту предстоит решить вопрос Алексея Николаевича Савина. Я живу на улице Заводской, и у нас ходят по Лениной, по Астраханска только пригородные автобусы. Поэтому мы вынуждены платить по тарифу 17 рублей. Раньше ходил 101 маршрут, у него единственном маршруте была цена городская. Я предложил какой-то городской маршрут повернуть, но это очень сложно. Легче, мне кажется, деньги брать в 101 маршрут, чем повернуть какие-то маршруты на наши улицы. Да нет, проще повернуть, зачем деньги? Ленина и Астраханская у нас ни один не ходят городской маршрут, только пригородные. Анапска, Суцех, Суко, вот такие. Хорошо. Несколько звонков касались льгот на проезд. Вопрос не введения муниципалитета. Социальная защита предоставляет такие льготы. Тем не менее, там, где возможно, городские власти окажут содействие. Да, я слушаю. Добрый. Добрый. Скажите, пожалуйста, вот в нашем городе, в Анапе, есть общественный транспорт. Вот я не обладаю категорией как инвалид войны. Вот, везде написано, что 14 статья, 15 статья законного ветерана предусматривает бусладный проезд. Вот. Я показываю удостоверение водителям, они смотрят на меня и смеются, понимаете? По логике вам необходимо обратиться в соцзащиту, если у вас действительно есть льготы, различные бюджеты, оплачивают ваш проезд. Вы просто не платите за него. Поэтому соцзащита выдает талоны. А талон отдается вместо денег водителю, и он потом предъявляет его к оплате. Понимаете? Вы не обращались, нет? Пока нет. Ну, дайте свой телефон, я думаю, сами на вас выйдут. В редакции вашей газеты также первый заместитель главы Анжелика Бузунова. Ей Сергей Павлович адресует многие поручения по звонкам анапчан, в том числе и по обращению Ольги Черновой из Гостогаевской. В 2015 году по улице Южная провели газопровод по улице прям, а подключить нет возможности, так как где поставили ВРП, там земля не сдана в аренду. Так нам объясняют. Разберитесь, пожалуйста, и помогите, мы живем без газа. Буду помогать вам. Аналогичная ситуация была в поселке Утаж Виноградного сельского округа. Там по поручению главы Анапы управление капитального строительства завершило начатый проект газификации, и люди смогли подключиться. Тут же на месте глава поручает решить другую коммунальную проблему с теплоснабжением в многоквартирном доме. Мы от 157 Ленина, 157, третий подъезд. Нам до сих пор не могут подключить полностью отопление. А кто у вас управляющая компания? Коммунальщик. У нас каждый год такая вот проблема, понимаете, две недели не могут в прихожку запустить. Но вчера запустили, вчера было холодно и на кухне, и то есть полквартиры отапливалось, полквартиры не отапливается. На кухне запустили, а вот в прихожке никак не могут запустить. И во всем подъезде так, да? Да, весь стояк с первого по девятый этаж. Весь стояк, вот 74, 70, 66 квартира, с первого по девятый этаж. Как имя, отчество ваше? Любовь Гавриловна. Хорошо, сейчас попросим, Любовь Гавриловна. Спасибо. Да пока не за что, будет тепло, будете благодарить. Хорошо, до свидания. А в чем дело? Я думаю, что за воздушину. Не, ну, проблема за воздушину. А уже сколько? Две недели уже. За полтора часа прямой линии глава Анапы ответил на 20 звонков. Еще 64 вопроса на вчерашний день пришли на электронную почту газеты. Сергей Сергеев подчеркнул. Люди не просят ничего сверхъестественного. Все вопросы по существу. Решение большинства зависит от добросовестной работы исполнителей. А мы напоминаем, вопросы принимаются круглосуточно на электронную почту главы. А еженедельно по понедельникам Сергей Сергеев проводит прием граждан по личным опросам, на который может записаться любой желающий. Для этого необходимо обратиться с паспортом в кабинет 124 городской администрации. К выполнению поручений главы городской службы приступили сразу после окончания прямой линии. Так, одна из проблем, с которой обратились жители дома по улице Ленина, 157, уже решена. Подача отопления возобновилась в полном объеме. Коммунальщики говорят, что причиной похолодания в квартирах стал выход оборудования из строя из-за непогоды. Самих обратившихся застать дома не удалось. Было рабочее время. Специалисты управляющей компании показали специальное табло. Оно сообщает, что нагрев теплоносителя соответствует нормативам при данной температуре воздуха. Допустима разница в 3 градуса Цельсия. Руководители предприятия пояснили, что в доме произошел скачок напряжения, вызванный непогодой. В результате сгорел двигатель на одном из насосов. Второй продолжал работать. Новый агрегат был заказан немедленно, но его пришлось ожидать. На той неделе у нас были ветра, все как знают. Произошли скачки напряжения. Из-за скачков напряжения у нас сгорела плата и сгорел двигатель, который приводит в действие все тепло в доме. Зачем нам были сделаны заявки на приобретение нового двигателя? Новый двигатель пришел в город Краснодар еще вчера. Обещали сегодня к 8 часам привезти. Но так как ситуация была сложная, пришлось отправлять машину. Привезли ночью двигатель. С утра в 8.30 он уже стоял. Люди работали, все запустили. Проблем сейчас нет. Отопление в доме есть. Атмосфера нового года за два месяца до праздника. В Анапе начали монтировать новогоднюю елку возле крупнейшего торгового центра. Гости и жители города-курорта разошлись во мнениях. Кто-то считает, что предприниматели поспешили. Кому-то хочется, чтобы скорее наступил главный семейный праздник. Некоторые же предполагают, что это просто маркетинговый ход. Моё мнение такое. Мне, например, хорошо, и в то же время думаю, что-то тарановато. Мы обычно устанавливаем 29 декабря. Вполне. Вполне. Поднимает настроение. Дело в том, что уже сегодня в магазинах продают, начинается продажа новогодних игрушек. То есть, чтобы народ уже готовился к Новому году, закупал подарки, думал о близких. Здесь много приезжих. Почему бы и нет? Дети приезжают, и они будут с удовольствием это смотреть. Нет, не рано, мне кажется, нормально. Я думаю, что не вовремя и очень плохо. Ну, потому что хочется, если Новый год, то он должен быть в декабре где-то. А сейчас нет, ещё не по сезону. Ну, она для привлечения покупателей. Раньше было с 1 декабря, сейчас это с серии ноября. Покупателей, наверное, привлекает. Ну, да, она влияет, но когда есть деньги. Ну, по-моему, ничего, да. Шикарная ёлка. Действительно, маркетологи утверждают, что атмосфера праздника способствует тому, чтобы покупатели легче расставались с деньгами. Специалисты рекомендуют быть бдительнее в эти периоды, чтобы избежать ненужных трат. А на самом деле, ближайший официальный праздник – 4 ноября, День народного единства. Проверить состояние здоровья детей смогут жители села Гайкадзор. Завтра, 29 октября, в сельском амбулатории будет проходить профилактический День здоровья для детского населения. Маленьких пациентов будут принимать узкие специалисты – невролог, лор, хирург, стоматолог, педиатр. Также можно будет измерить антропометрические данные, пройти ЭКГ и УЗИ диагностики. Анапских школьников приобщают к литературе. В Центральной библиотеке в рамках проекта «Литературная гавань» состоялась презентация книги анапских поэтов «Путешествия в страну чудес», на которую были приглашены учащиеся школа номер 6. «Литературная гавань» встретила новый корабль – свежую книгу анапских литераторов. А командует этой флотилией адмирал Владимир Сопрыкин. В книге есть все – яркие персонажи, интересные сюжеты, непременная победа, добра над злом. Рассказанные истории поучительно, добры и доходчивы. В чем убедились все присутствующие на встрече, и это главное доказательство того, что книга удалась. Что ей видится на этом берегу в объятиях сна? То ли ласковое лето, то ли добрая весна? Волны катятся к причалу, там, где берег не весов. Плачет Ивушка печалью, слезы льются на песок. Презентация проходила в формате живого общения. Выступали не только авторы-составители. Ребята также имели возможность попробовать себя в роли чтецов. Многие задумались и о том, чтобы брать уроки стихосложения у авторов сборника. Также на мероприятии звучали стихи и песни об Анапе. Встреча оставила неизгладимое впечатление еще и потому, что каждый ребенок смог взять автограф у наших современников. В планах литераторов теперь организовать для школьников выставку рисунков и сочинений на тему «Путешествие в страну чудес». В субботу 29 октября с 11 до 15 часов в городском театре будет проходить встреча с Александром Дворкиным. Известным представителем антисектантского движения в России – православным богословом. На встрече будут подняты вопросы, связанные с противодействием псевдорелигиозным течениями сектам. Приглашаются все желающие в ход свободный. А я напоминаю, что генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2» приступило к строительству нового многоквартирного комплекса «Кавказ». Все новости вы можете также найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. До новых встреч в эфире. Это «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море. Рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова